Здравствуйте, дорогие друзья! Всем доброго, хорошего утра, дня, неважно! С вами программа «Новый день», телеканал «Актис» и ведущий Елена Мильвит и Иван Камельков. Здравствуйте всем! Большой-большой привет! Итак, 14 апреля, это среда, середина недели, программа «Новый день». И что это означает? До лета остается 48 дней, можно запускать уже обратный отчет. Совсем-совсем скоро будем носить маечки, футболочки, босоножечки, купальники. Красота! Красота, красота! Отправимся в отпуска все. Ой, Варя поедет. Кстати, если говорить про историю, как-то тихонько прошел этот день неярких событий в истории всей мировой. Мы решили украсить нашу сегодняшнюю программу гостями и, конечно же, интересными новостями. К нам в гости сегодня придет специалист по вопросам экологии. Контейнеры для еды. Насколько они опасны? Можно ли в них хранить еду? Можно ли еду эту в них разогревать? Также сегодня в выпуске рубрика «Живая среда» с Жанной Чистовой. Жанна рассказывает каждую среду о новых породах собак или кошек, о крокодилах, о пингвинах. О чем только она не рассказывает. Даже о ежиках, о енотах. Вот меня пингвины смутили. Почему? Они были? Кстати, в программе еще не раз не были пингвины. Если у вас есть знакомые пингвины, приводите их к Жанне Чистовой. Обязательно! Срочно ищем пингвинов. А еще она общается с ветеринарами, с теми, кто делает модные прически домашним животным. Грумеры! Грумеры, да, верно. Дрессировщиками и другими специалистами. Ну, очень полезная рубрика. Потому что в конце рубрики Жанна рассказывает о потеряшках, то есть о тех животинках, которые, к сожалению, остались без дома. И также есть пристрой. Вы можете сделать доброе дело и взять к себе маленькое четверногое чудо и стать для него полноправным хозяевом и подарить ему свою любовь. Поэтому обязательно отождите эти рубрики и посмотрите. Также покажем гороскоп. Куда же без него? И наша рубрика тоже традиционная. Топ-3 новости. Да, а еще готовьте, друзья, сейчас блокноты, ручки и записывайте вкусные рецепты. Потому что прямо сейчас на ваших экранах рубрика «Время есть». Смотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Как же интересно наблюдать за происходящим во всем мире. А еще интереснее слушать новости, которые готовят программу «Новый день». Лен, какие интересные новости ты готовила сегодня? Полетели в Австралию? Полетели. Итак, на днях житель Австралии Хосе Борье решил сделать своей девушке Диане Эле предложение «Руки и сердца». Он, в общем, мечтал все это сохранить тайне. Сделал девушке своей сюрприз. Сестра вот этой Дианы, он ее подговорил, и они якобы организовали вечеринку для родителей Хосе, которые якобы отмечали юбилей со свадьбы. Но в середине этого празднества, как и положено, по старой доброй традиции, Хосе опустился на одно колено и сказал ей, «Диана, выходи за меня!» Она ему сказала «Да, дорогой!» И что там такого? Подожди, ну тут у них возникла проблема. Диана девушка занятая, она работает медсестрой, то есть такая у нее профессия интересная. И маникюр ей сделать было некогда. Ну а как же без этой фотографии? Это же вот прям нужно сделать, что у меня теперь есть колечко. А у нее вот-вот, ну беда с маникюром, куда потом эта фотография? И тут выручилась сестра, сестра Дианы, то есть очень классная получилась фотография, то есть она надела колечко Диане, она на свой палец, и вот в кадре была ее рука. В общем, фотомонтаж. Еще какая новость? Из Австралии несемся в Таиланд. Это мальчик, ему 12 лет, его зовут Нес, он из провинции Таиланда Пханг-Нга. Понятно, почему Таиланд. Почему такая внешность? Он на самом деле не менял пол и даже как бы не стремится к этим изменениям в своей жизни, но что он начал делать? С раннего самого возраста он осваивал макияж, делал себе макияж, причем делал это очень замечательно, и родители никогда его не упрекали. Напротив, они всячески это поощряли, Нес стал выкладывать свое художество в Инстаграм, у него уже на 280 тысяч фанатов, они его поддерживают, и он буквально герой по всей Азии. И в 12 лет он заработал на своем Инстаграм столько денег, что сумел построить дом для своих родителей. И хотя вот в школе над ним там подшучивают, он тем не менее хорошо смеется. Но тем не менее он зарабатывает деньги, да? Это смеется последний. И то перережает новый дом. Ну не совсем, я бы сказал, мужская тема, да? Но тем не менее интересный случай в Таиланде, и именно там он происходит, а не в России. Дальше. Так, женщина родила дочь. Опять перемещаемся в Австралию, то есть у нас в этот раз австралийцы, поставщики буквально новостей. То есть девушка, зовут ее Амина Харт, она темнокожая, у нее был муж, и они мечтали завести детей. Родился первенец, мальчик, но вскоре он, к сожалению, скончался, буквально несколько недель прошло. И почему? Потому что у него было редкое генетическое заболевание. Сейчас какое-то время Амина вновь забеременела, опять родила мальчика, и опять повторилась та же история. Как выяснилось, что Амина, это генетическое заболевание передается детям именно от нее, и страдают им только мальчики. То есть долго жить они, к сожалению, не будут. Муж не выдержал вот этой новости, он просто покинул свою жену. Представляете, в какой депрессии пребывала бедная несчастная женщина, ей хотелось семью, ей хотелось иметь ребятишек. И она обратилась к донору. В донор, обратилась за услугами донора, и вскоре родила, использовалась услугами ЭКО, и родила девочку. Она решила найти биологического отца Лейлы. Эта информация, как известно, конфиденциальная, но она знала имя этого мужчины, и вот как-то выяснилось примерно, где он живет. Она ему написала, что хотел бы встретиться, и отправила фото своей дочери. Мужчина посмотрел, а у него уже были сыновья от предыдущего брака. А поглядел, увидел, что дочка очень похожа на его сыновей. И что вы думаете? Он приехал к Эмине, встретился со своей дочкой. Они влюбились друг к другу, и спустя какое-то время поженились. А Амина и Скотт, так зовут мужчину, она после свадьбы написала книгу, бедная история, назвала ее «Как я встретила вашего папу». Мне кажется, здесь у отца сыграли, ну, у этого мужчины сыграли такие отеческие чувства. А прямо сейчас к нам в студию придет гость, с которой мы обсудим вред пластиковой посуды. Это про те самые контейнеры, в которых мы носим еду постоянно на работу, берем с собой. Вот про это поговорим. Вредно это или безопасно? О нас в гостях Ольга Малгатаева, это специалист по экологии. Сегодня мы будем разговаривать про контейнеры. Поэтому вот на стол завален буквально-таки посудой, подложками разными, контейнерами. Сейчас все узнаем, опасны они или нет. Ольга все точно знает. Давай. Да, время к обеду. Я посмотрел на все вот эти приборы и чувствую, что мне нужно бежать на обед уже. Ну да, но на самом деле все контейнеры, которые здесь представлены, они сделаны из пищевого пластика. И по большому счету, ну если это пищевой пластик, то, конечно же, он подразумевает, что можно в нем транспортировать еду. Другой вопрос. Здесь, конечно же, встает именно, в каких контейнерах можно разогревать. И давайте разберемся, да, давайте я вам расскажу. То есть, в первую очередь, конечно же, мы всегда, да, но поскольку мы все-таки даже специалисты по раздельному сбору отходов, больше РСОшники, да, мы всегда людям рассказываем о том, что в первую очередь, когда к вам попадает какая-либо пластиковая тара, вы должны обратить внимание на маркировку. На задничек. Да, да, да. То есть, где-то на дне обязательно вот есть такой треугольничек, называется петля Мёбиуса. Там, да, это такие три стрелочки, они такие треугольники. То есть, в ней внутри обязательно будет стоять или цифра, или какие-то буквенные обозначения. Что означает цифра или буквенные обозначения? Да, то есть, это вид, это маркировка пластика, и она означает разные виды пластика. Вообще, наиболее популярные, ну, вот пищевые, это что, это единичка пет, это пятерка, это шестерка. И теперь давайте разбираться, чем они отличаются. Двойку, два HDPE используют под химические, да, там, под шампуни, под порошки, а вот пищевые, это однерка, пятерка и шестерка. Так вот, вот, допустим, если мы берем вот такой вот твердый контейнер, видим, да, его, смотрим маркировочку, видим, Лена, да, 5P, то есть, это полипропилен. Это пищевой пластик, он предназначен как раз-таки для пищевых продуктов, и, в принципе, он такой твердый, ну, потрогайте, да, то есть, он такой твердый. В нем, в нем специалисты говорят, то есть, он выдерживает высокие температуры, можно в нем переносить горячую пищу, но разогревать все равно в микроволновке, в этом контейнер не нужно. Пятерочку мы не разогреваем. Не разогреваем. А шестерка, вот смотри, у меня. О, а шестерка. Так, смотрите, сейчас я вам хочу показать, то есть, шестерка, шестерки розы. Казалось бы, здесь шесть ПС, и здесь должна быть маркировка. Это точно шесть ПС, она такая прям твердая, вот обычная, да, это очень дешевый, ну, как говорят, да, специалисты пластиков в производстве, легкий очень. Но в чем опасность полистирола, то есть, шесть ПС? В его составе содержится стирол. Смотри, Лена, обычно вот в таких вот контейнерах, в таких подложках, да, нам продают горячую пищу, я не знаю, там первое, второе, картошечка, котлеточка, да, и, как правило, да, если это кафе быстрого питания, вот в такой подложечке помещают микроволновочку и греют, да. Почему категорически нельзя в таких подложках, потому что в отличие даже от этого полистирола, это вообще вспененный полистирол, это прям вот он ядовитый. Прямо фу-фу-фу. Да, прям фу-фу-фу. А вот эти вот вещества, канцерогены, они имеют свойство накапливаться в организме, и потом, соответственно, они вызывают различные вот, ну, заболевания. Заболевания, но обычно, ну, диоксины, они вызывают прям раковую опухоль. Ой, переносить продукты можно, но греть нельзя. Нельзя. Где-где-где у нас тут ППшечка? Вот, у меня как раз ППшечка, я хотела про нее спросить, что же это такое? Вот смотрите, с виду, казалось бы, это, кажется, тоже ПП, 5ПП. Есть просто такие стаканчики одноразовые, белые, ну, возможно, да, они очень часто используются. То есть там нужно всегда внимательно обращать внимание. То есть на одних написано ПС, на вторых написано полистирол. Что это за пепель? Полипропилен. ПП. ПП и ПС. На самом деле они с виду вообще не отличаются. Беглые стаканчики обычные. Но, смотрите, допустим, в ПС стаканчик горячую напитки наливать нельзя, потому что выделится стирол. А в ПП нельзя алкогольные напитки, допустим. То есть из этой плошки мы ничего горячительного не пьем. Ничего горячительного, да. То есть сейчас, сейчас вам, подождите, закончу, да? Сейчас будет же период вот этих пикников, люди поедут на пикники. И, как правило, будут, да, ну, куда-нибудь в магазины, в супермаркеты заходить, брать эту одноразовую посуду. Ну и, соответственно, что на пикниках, да? Ну, как бы, да, да, да. И обязательно нужно смотреть на маркировку. То есть запомнить, в полипропиленовый, там, где 5 ПП, нельзя наливать горячительных напитков. А в ПС полистирол нельзя горячие напитки. Горячительные. Это все запомнить. Ну, вот, Вань, понимаешь, ну, если ты думаешь о себе, о своем здоровье, то вот как-то придется запомнить. Но я, кстати, к чему? Спасибо за вопрос. Есть альтернативы. Так, какие? Чтобы не забивать голову вот этой вот лишней информацией, да, что такое... Полный рюкзак такой альтернативы. Да-да-да, это для этого, это для того, это для другого. И третий вопрос, все по сути. Да-да-да, ну, то есть есть старые добрые, да... Термосы. Термосы, конечно. Вот эта кружка, допустим, ей, знаете, ну, видите, она уже такая вся прошла, да, огни и воды. Все шашлыки и пикники. Да-да-да, то есть ей уже действительно очень много лет. Она металлическая, абсолютно безвредная. То есть вот к чему, да, я призываю. К тому, что просто нужно заменить, отвыкать от одноразового пластика. Вот такой вот многоразовый. Ух, вот это я люблю, да, у меня тоже такой. Да, то есть вот под кофе, то есть можно брать, да. Он сделан из твердого пластика полипропилена, тоже, то есть ему не страшны, да. Если... Мы взяли, допустим, еду, супчик, поставили в холодильник. Понятно, время обеденное, нужно разогреть. Та-дам! На помощь придет вот такие... Стекляк. Да, то есть она как бы... Стекло всегда безопасно, да? Конечно. Это вообще самый, на самом деле, экологичный, безопасный вид материала для пищевых продуктов. То есть и вот такие вот емкости, да, контейнеры, то есть они предназначены как раз-таки для разогревания в микроволновой печи. Соответственно, пусть одна стоит, ну, как бы, да, там на всех, грубо говоря, да, согрели, помыли, поставили. То есть это самое экологичное. Здесь вы точно можете знать, что это самое безопасное, да, тара, то есть и ничего там у вас страшного не произойдет, грейте себе на здоровье. И вот бутылочка у тебя есть. Да, да, вот обязательно бутылочку хотел показать. Это такая тоже альтернатива пластиковой бутылке здесь, да, то есть, ну, все знаем, да, бежим куда-то на работу, горло пересохло, захотели водичку попить, обязательно там взяли такую маленькую пластиковую бутылочку. И поэтому очень внимательно нужно относиться, то есть берете бутылочку, обязательно посмотрели маркировочку, на донышко, да, увидели, допустим, знакомые там буковки, да, один пэт, это полиэтилен, то есть оттуда можно, да, ну, то есть можно брать, да. И еще такой момент, опять же, нужно смотреть форму хранения, то есть как хранятся эти бутылки, потому что, как правило, если это где-нибудь какой-нибудь пляж, жара, там эти бутылки просто вот так стоят с водой, при нагревании, при попадании прямых лучей солнца, опять же, выделяются вредные вещества в воду, представляете? То есть надо куда-то в тенечек, в водичку. Конечно, они по правилам должны стоять в холодильниках, ну, то есть они холодненькие должны быть, но я еще раз говорю, не все соблюдают, да, как бы вот нормы, да, определенные, поэтому внимательно смотрите, где покупаете, что покупаете, какая маркировка, и, ну, то есть для того, чтобы сохранить свое здоровье. Маркировочку можешь посмотреть, видишь, 5 пп, то есть что мы уже знаем, Лена, про 5 пп, в нем мы можем переносить продукты, горячую, горячую еду. Ну, допустим, шашлыки пожарили, они горячие, да, можно их положить и в такой твердый контейнер и принести, но прийти, допустим, и поставить в микроволновку такой контейнер нельзя. Нельзя. Еще вот у нас стоит такой стаканчик... С кофеем? Да, кофе. Кашка кофе. Одноразы. Казалось бы, он... Это бумага? Это бумага, но она не совсем бумага, Ваня, посмотри. Ну, вот представьте, если мы возьмем вот обычный лист бумаги, какой бы толщины или картон там он не был, да, и нальем туда что-то горячее, что с ним будет? Промокнет. Он, конечно, промокнет. Значит, благодаря чему? Пропитан чем? Не пропитан? Пленка есть? Пленка внутри, то есть внутри есть пленка. Она, конечно же, тоже пищевая, но мы понимаем, да, любой пищевой пластик при нагревании выделяет, да. Ну, возможно, полипропилен, конечно, не выделяет, но тем не менее. Так вот, ну, то есть, желательно, конечно же, заменить на многоразовый, то есть, ну, если нет совсем каких-то вариантов, да, его, конечно же, можно брать, но... То есть, пьем и молимся? Да, пьем и молимся. Лен, а вот это ПС, крышечка вверх, то есть, желательно, если вы, допустим, даже берете кофе, ну, с собой, да, желательно брать без вот этой крышечки, потому что она полистирольная, соответственно, горячий напиток нагревает крышечку и, соответственно, стирол выделяет. Мне кажется, наш видеоинженер Миша Трышкин уже с тобой общался, потому что он единственный, мне кажется, с нашей компанией, кто пьет кофе без крышечки. Я открыл для себя что-то важное, безусловно. Много нового. Точно, Лена. Нужно приобретать вот такую специальную под кофе многоразовую посуду, нежели чем ты, кто в стаканчик приобретает. У нас в гостях была специалист по экологии Ольга Малгатаева. Спасибо за приглашение. Заботьтесь о здоровье. Одежду ведущим предоставил бутик женской одежды и белья «Прима» Карла Маркса, 40. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Живая среда». Аргентинский док – белоснежный аристократ с крепким телосложением. Главное национальное достояние Аргентины. Это единственная собака, которая была выведена в этой стране. Сегодня у нас в гостях Алина Запольская со своим очаровательным питомцем. Алина, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, представьте нам своего друга. Ну, у него настоящее имя – белокит Дефенсер де ла Патрия, что в переводе означает либо защитник отечества, либо защитник родины. Так вот. Нам всего лишь 8 месяцев. В самом расцвете. Да, да. Домашний кличка у него «Пират». Назвала в честь этого славного монокля на глазу. Алина, как вы выбрали породу? Как он у вас появился? Потому что не частая порода встречается. Да, соглашусь, что у нас она очень редко встречается. Я эту породу увидела лет 6 назад в передаче. Загорелась. И вот спустя такое долгое время я решилась, нашла питомник, который мне понравился. От каких качеств вы отталкивались? Вы узнали, какая именно эта собака? Почему вам именно такая порода понравилась? Мне они понравились из-за своей красоты, что они мощные, сильные, преданные, что, ну, не знаю, это любое с первого взгляда было. Ну да, они вот аристократы, действительно, они очень крупные, у них стан такой, да, и в то же время у них есть и охранные качества. Давайте немножечко в историю посмотрим собаки. Ведь прародителями вот этой собаки являются собаки Кордовы. То есть это вот древняя-древняя собака, которая даже находилась в войсках, она, да, находилась, то есть она служила, очень кровожадная, очень серьезная. Вот что по истории мы знаем? Ну, по истории много участвовало разных собак в создании данной породы, да. В 20-е годы вывел породу Антонио Мартинес. Не все страны, оказывается, приветствуют вот эту собаку в разведении, да? Ну, многие считают ее опасной, да, на самом деле, если этой собакой не заниматься, она будет опасна и для самого хозяина, и для людей, для всех в округе. Ну, вообще, конечно, она очень доброжелательная, добродушная, и вот этот внешний вид порой кажется, что нужно подальше. Внешний вид говорит сам за себя. Алина, ну расскажите, вот какой он у нас по характеру пират? По характеру он у нас очень любвеобильный, всех залижет точно. Мы с ним занимаемся, социализируемся, ходим в гости, входим в гости именно к детям, чтобы он учился с ними общаться, чтобы они его не боялись. И он, в принципе, привык, дети же тоже раздражители сильно, они могут кричать, бегать, прыгать, махать руками. Да, 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 также ходим обязательно на выставки, выставки не как ради самих титулов, а тоже социализации, там очень большой для собак стресс, там очень много собак, очень много людей, ну, в принципе, на данный момент успешно у нас все. Также ходим на занятия, на послушание, на ринговую тренировку именно для выставок, также участвуем в всевозможных конкурсах, в бегах, вот сейчас 25 апреля у нас будет конкурс по послушанию. Хорошо ладит собака, я потом еще кошку в январе месяце завела. Да, да, вот есть такой момент о том, что нежелательно заводить каких-то животных, собак, мелких, может быть, но вот вы говорите о том, что он хорошо ладит, да? Да, он хорошо ладит, 6 месяцев было, я котенка завела, как бы нормально воспринял, конечно, посмотрел, что это, это мне, все нормально, они ладят. Ни разу не было такого момента, который вот такой был щекотливый, чтобы вот что-то вот прикусить как-то, нет. Нет, нет, слава богу, нет, я такого стараюсь не допускать. Интересно, вот аргентинский док, очень гладкошерстная собака, как это вот по климатическому слову? На удивление, он морозы лучше переносит, чем у меня драя собака, лабрадор, она быстрее замерзает, чем он, да, как бы он жаркий парень. Они по окрасу какие бывают? Вообще они в основном идут белые, понятно, что со временем у них получается на всем теле может быть пигментация, есть сильно пигментированные, есть менее пигментированные. На голове допускается либо моноколь, либо небольшое одно пятнышко. Если там будет, вот допустим, моноколь и пятно, это уже брак, к разведению не допускается. Какие сложности в уходе, мне кажется? Нет, никаких. Что, конечно, видно, что он белый, мы прошлись погуляли, он уже весь черный. Вот это да. Но у него он настолько быстро высыхает, что с этим проблем нет. Вот ушки сейчас многим не купируют, но это вот стандарт. Все-таки у аргентинского дога уши должны быть вот именно так. Да, и изначально выводили, чтобы были купированы уши, так как эта собака выведена на охоту. И уши у них очень чувствительные, и поэтому обязательно должна была быть купировка, чтобы в случае охоты кабан, они охотятся на кабанов, им ухо не зацепил, не порвал. Они вообще поддают, интеллектуалы, да? Да, они самостоятельные, особенно кабели очень упрямые. Так смешно было, но когда я ко мне приехал, он даже, насколько мне не воспринимал, что он даже знает свою кличку, он на нее не откликался. Алина, вот ему сейчас 8 месяцев, он вот такой по размеру, он еще будет крупнее? Какие вот стандарты их? Какой он будет? Ну вообще в стандарте по высоте в холке 68 сантиметров, там бывает больше, бывает ниже. Но вот он на данный момент, наверное, уже 69 сантиметров, потому что месяц назад я измеряла, был 68. По весу они где-то в среднем 40-45 килограмм кабели, и вот в плане головы она у них растет до 3 лет. Крупнее головы. Да, намного будет и грудь крупнее, лапы, голова. Прости. Да. Иди, молодец. Ну, значит отсюда вывод, что собаку эту может завести человек очень активный, очень такой жизненный, да, энергичный, и поэтому эта собака, она действительно не для дивана, не для того, чтобы она находилась просто дома в качестве решения. И нужно заниматься постоянно, постоянно, потому что это на самом деле серьезная порода, и если взять и, ну, сам в себе растет, это будет просто неуправляемая собака в дальнейшем. Ну что ж, Алина, спасибо вам большое, что вы к нам пришли в гости, мы познакомились еще с одной интересной породой, увидимся с вами в следующую среду. Гороскоп на 14 апреля Овен Реализуйте свою потребность в творчестве, переделывайте все, что вам не нравится на работе и в доме. Телец Если вы уделите немного времени своим родным, то от этого продуктивность вашего труда только выиграет. Близнецы В жизни будут происходить важные перемены, включающие в себя путешествия, а также различные креативные задачи. Рак Прежде чем браться за осуществление новых замыслов, подумайте над тем, откуда они возникли. Лев В этот день будет сложно сохранять собранность и дисциплинированность, окружающие будут постоянно вас отвлекать. Дева Вероятно, неожиданные события, это может быть встреча с давним знакомым, обсуждение революционного проекта. Весы Не позволяйте оказывать на вас давление, перекладывать чужую ответственность, следите за порядком в документах. Скорпион Если столкнетесь с какой-то проблемой в работе, то таким образом, чтобы извлечь из нее выгоду. Стрелец Вы будете весьма удачливы, особенно в плане разрешения проблем практического и организационного характера. Козерог Что-то может тянуть назад, заставлять оглядываться на мечты и надежды, которым не суждено было осуществиться. Водолей Старайтесь соблюдать равновесие, хорошо улаживать дела с позиции материальных интересов. Рыб Вы будете преисполнены невероятной целеустремленности. Это качество будет подкреплено умением доводить начатое до конца. Редактор субтитров А.Семкин